Так, мы поземляемся, мы поземляемся, нам нужно поземлиться, ребят, поземлиться А, я повис на дереве, ребята, повис на дереве, офигеть Ну что же, всем привет, друзья, вы на канале Клауд АМ, с вами Клауд И сегодня у нас необычная серия, все потому что мы сегодня будем обозревать постройки, которые представили вы Потому что пришло очень много постройок в нашу группу ВК Я выбрал, ну, по крайней мере, где-то 7-8 штук самых лучших Но, конечно же, мы будем делать это, наверное, через серию, может быть, через две серии Обзор ваших постройок, чисто серии будем на это полностью уделять Тогда будет просто идеальный вариант Ну а пока я хочу упакать в мою маленькую, самую маленькую машину в мире Я ее сам так уже построил, чтобы перемещаться по картам, чтобы искать самые постройки Которые, кстати, вы не забывайте скидывать новые, свежие в нашу группу ВКонтакте Ссылка в описании всегда есть на любом видео, можете посмотреть И вот такой маленький баги, идеальный, у нее даже адаптивный поворот фары Видите, фары адаптивные, поворачиваются вместе с колесами в сторону поворота Очень куда-то сделано, если бы еще только было ночное время, было бы вообще классно смотрелось Очень маленькая и очень-очень-очень удобно не кататься Слушайте, очень офигенный аппарат Очень маленький катик, ну офигенно работает Очень быстро строится, за 30 секунд его можно построить Ну за минуту, греба, 30 секунд, наверное, вряд ли построится За минуту очень можно построить, очень мне нравится Я теперь всем его строю, чтобы куда-то доехать Так, ну а сегодня мы посмотрим много эпических постройок И самая главная эпическая постройка, которую я хотел показать Это летающий дом, ребята Он немножечко мной был переделан Все потому, что он не летал Хотя попытки были явно Но не летал, очень-очень фигово летал И я сделал так, чтобы он зависал у меня в итоге в воздухе Хотя при нажатии на кнопки Может сделать, чтобы он вообще улетал в космос, грубо говоря В общем, вот сейчас я покажу, что я изменил в этой конструкции Просто здесь вот такие вот перила стали еще сверху Я их всех по кругу убрал А потому что они тяжелые Пришлось просто еще двигатель дополнительно наворачивать Поэтому пришлось убрать Помимо всего прочего, я поставил датчик поддержки дома на плаву Чтобы он реально зависал И к этому новому датчику подстил целую кучу вокруг двигателей Здесь было мало двигателей Здесь, помните, примерно вот столько двигателей стояло Я вот эти все двигатели внешние, с этой стороны Это все мои двигатели В итоге я сделал идеальный дом, чтобы он идеально зависал Я сейчас вам это дело покажу Надо только убрать Видите, все, врубается полностью двигатели, которые поддерживают Но нам не хватает, все правильно Потому что нам нужно еще дополнительные двигатели Эти двигатели поддержки включены Сейчас мы пытаемся туда зайти внутрь дома Самая главная проблема, что я не могу туда запрыгнуть, по-моему Да Поэтому давайте построим себе ступеньки Вот такие хотя бы Давайте их уберем, не надо мусорить, в принципе, на карте лишний раз Вот, закрываемся полностью Открываем нашу кабину И я вам сейчас покажу, как это все делается Очень красиво, домик, посмотрите Были перилы, было еще красивее, но они реально тяжелые И реально с ним были проблемы Я покажу, что там еще внутри домика находится Очень уютно, все классно сделано Вот внешне давайте посмотрим Все очень прикольно Да, игра, единственное, что я заметил, факт, что игра не поддерживает большое количество анимаций двигателей Там, то есть, примерно, двигателей, наверное, 15 работают Они работают, но эффекта работы его просто не видно Есть такой прикол Внутри очень тоже красивый домик сделан Ведь там все есть Мы походим отдельно, посмотрим А сейчас мы его пытаемся взлететь Ну, вырубаем Одну пару двигателей И вторую, которую я тоже доделал Я в итоге должен выровнять, смотрите Датчик сработает Все Датчик сработал Видите, анимация переключилась Ну, она не то, что там работала Но анимация переключилась На другие стальные двигатели Есть проблемы с анимацией Видимо, сделаны для того, чтобы игра не сильно, слишком сильно не тормозила Собственно говоря, вот такой дом Можно им управлять? Можно даже, по-моему, еще выше поднять его Мы все мощные двигатели включим Видите, он взлетает выше Но у меня теперь он не опускается до самого конца Он будет себе подниматься Летать То есть я его сделал лучше У автора он не летал Хотя у автора было два сейва Они реально не рабочие были, к сожалению Ну, то есть не летающие дома были Давайте посмотрим, что у нас здесь внутри Когда он сам себе летает Мы по нему пока в это время походим Вот здесь кровать, смотрите Здесь у меня это кофемашина Радио давайте включим И мне нравится, что светильники стали делать Как фары Я вот не додумался, хорошая вещь Вообще-то это хорошая идея для нашей будущей серии Где мы будем делать более крутой пикап Более крутой, точнее, прицеп Скорее, чем пикап Там надо будет делать И вот такие вот хорошие идеи есть Смотрите, как классные окна Это тоже неплохие вот Идеи для окон тоже хорошие, смотрите Когда он двигается в сторону В сторону забора Вот такие вот сиденьки Там умывальники Не знаю, туалеты, наверное, какие-то делались Какие-то грядки постоянно Какие-то надписи тоже прикольно сделаны Очередное тоже место С уточкой Вот это мне нравится Третная бумага такая И умывальник Прикольно Так, давайте пойдем дальше Посмотрим на ту сторону Вообще здесь три этажа, на самом деле Ой-ей-ей Чего нас так трясет-то Так, здесь тоже какая-то кофемашина Какая-то, судя по всему Здесь диванчик такой большой Прикольно тоже красиво сделал Мне нравится Какие-то горшки Может быть, лоток для кота Слышите, как датчик бесится Там просто жесть происходит Так, еще один этаж Ну, тут, в принципе, четыре этажа Потому что четвертый этаж Это уже будет, получается, крыша Здесь какая-то батальника Тут какая-то вот Почему-то в обрамлении Какие-то туфли Не знаю, для чего это сделано И очень много растений Да, вот Ну, тоже прикольно Красиво смотрится Диванчик А, это телевизор, наверное, такой, да? Смотрим телевизор Да, прикольно Датчик слышится С ума полностью Кстати, вот новая схема окон Мне нравится Я переделываю свои Тоже хочу На свои маленькие прицепы Поставить такие окна Потому что те же жалюзи Мне очень красиво смотрятся На самом деле Ну, дома уперся Видите, иначе датчики подключаются Поэтому так происходит Это просто эпик, да? На самом деле здесь все двигатели Работают просто Видите, анимация Ну, сколько Двигатель 20 показывает Дальше не показывает Анимация, к сожалению Так, давайте его переставим в дом Так, ну, давайте полетаем Пытаемся сейчас лететь Надо двоечку, троечку, семерочку Вот так и зажать Так Троечку Четверочку Пятерочку Подлетаем, ребят Сейчас я жму тут сразу Десять кнопок На самом деле В это время Вы просто не видите Но я жму От второй до шестой кнопки С одной рукой Нажимаю сразу Видите, мы подлетаем К сожалению, камеру далеко Нельзя отодвинуться Это максимально Дом падает, смотрите Стукнется все-таки, да? Ну, это очень крутой дом, да? Согласитесь Мне очень понравился Одна из самых эпичных построек Которые я видел Так, ребят Ну, еще одна интересная постройка Такой-то интересный монорельс Очень классно сделан Главная фишка этого монорельса Не то, что он катается В принципе, эти вот вагонетки Мы уже делали Понятно, как он еще легко делается Все стандартно Но самое главное Это не скорее всего Это даже не совсем монорельс Хотя это монорельс Принц, почему? У него одна рельса Вот Но он классно С поворотным механизмом То есть вы можете, допустим Поехать сейчас направо Я уже просто переключил Просто оттестировал Он реально катается Классно В другую рельсу можете даже переехать Смотрите, как классно сделано Офигеть, да? Так, возвращаемся назад То есть попробуем сейчас переключить стрелку Надо очень куда-то ездить Потому что там вот их Когда я один раз скатался назад Чуть не улетел Что-то переставлять Мы на рельсы Прикольно Мне очень нравится Сделано Мне нравится, что это настоящие рельсы И стрелка Приключение стрелок Оно реально работает Сейчас вам покажу Очень круто смотрится Так, мы сейчас останавливаемся Желательно, что нельзя переключить их С помощью, ну Кресла Надо вот выходить Нажимать сюда И стрелка перемещается Перемещается, ребята Вау Это эпик Ой Чуть не слетели Не идеально работает Но нормально Так, еще есть какой-то переключатель Внизу я заметил Ааа Я помню, что Потому что мы здесь будем Типа головой задевать, да? Мы можем выйти Выйти, выйти, выйти Я видел просто на скриншотах Там Скидывали Ооо Ха-ха-ха Рельсы складываются Ребята Эпик Давайте слетим Прямо Этой штуки Ооо И дальше поедем Нет Не рулевает Ха-ха-ха Ну это не проблема На самом деле Очень легко поднимается Ну пусть он сюда И все И можно дальше кататься Офигенно, да? То есть поднимается рельса Ну Чтоб проехали То есть Есть стрелка Причем реально все делать Это работает Давайте посмотрим Могут ли обратно нормально Собраться Качественно Везде Он тут вопрос Хороший Подлагивает Ну работает нормально Слушайте Все супер Сейчас вам покажу Какая стрелка назад Приключается Так в принципе Прямо и далеко Она должна работать А в другую сторону Здесь небольшие лаги Баги тут Сейчас вы видите Ну работает Работает Я уже проверял Все четко Так Рубаем Видите Она вроде как Не переключает А нет У меня немножко Заедало Но даже Когда вы едете Она все потом Нормально работает Офигенно Да сделано Как Подожди Как он сделан Перемещение Может быть там Стоят шестеренки Надо посмотреть Давайте вылезем Посмотрим Это же стоят шестеренки Что ли Да Стоят шестеренки Понятно Логично Ну да По другому не сделаешь Поворот Офигеть Подъем Тоже так сделано Классно Блин Самый лучший Монорельс Который я пока видел Все потому Что у него есть Стрелки У этого монорельса У него есть Переключение там Сверху Когда он может Открывать мосты Там всякие Можно делать То есть Его реально Круто доделать Сделать Какой-то Не знаю Супер 8 Какой-нибудь Сделать Можно даже Знаете Что делать Если можно было Как-то Снизу Подцеплять Потом В будущем То можно было Делать Какой-нибудь Мертвую петлю Будет На этом Монорельсе Было вообще круто Я надеюсь Автор услышит Доделает Потому что Автор наверняка Посмотрит Это видео Это реально Реальный Респект Классно сделан Я бы такое Замучился Делать Если честно Это явно Делаться не быстро Но очень круто Ребята Согласитесь Так Ну еще один автор Прислал тоже Какую-то Интересную Целую базу Построил Какие-то Вышки Что-то Добывают Я не знаю Какие-то Вещи Дом Похожи на бензоправку Скорее Давайте посмотрим Что он находится В доме Донут Энтер Чуть не сломалась Дверь бедная Какой-то Не знаю Газопровод Может Может Газпром Автор Построил Тебе Газпром Что-ли А внутри Можно пойти А что открывается Что-то качается Слышали Подожди Что происходит На кнопку Где-то Что внутри происходит Так А что это такое Ааа Вот Видите Вся электроника С 5 Ну собственно Собственно Говоря Тут Все Посмотрим Изи Только Это и питает Какого-то смысла Не знаю Этой штуки Но Но прикольно Но прикольно Все как бы Не то чтобы С технологической точки зрения Прикольно все С эстетической точки зрения То есть все Очень красиво Очень Какая-то реальная база Прям Офигеть Все-таки я хочу Внутри попасть Так Внутри попадаем Странно Что нельзя То есть ты в какой-то Диспетчер сидеть Так понимаю Управлять всей базой Да О А можно посмотреть Давайте попробуем От первого лица Так Что происходит Не знаю На второй Это дверь работает Окно даже смотрите Открывается Закрывается А Это управляет Всеми дверями управлять Так подозреваю Какая-то станция Ну В плане эстетики В плане Фантазии Автор офигенно Сделано Все мне очень нравится Все так красиво смотрится Прям реально С какой-то станцией живешь Такой Дунет Энтер Смотрите Да То есть Такие черепы хвости Какую-то электростанцию Прям пришел А Тут двойная дверь Вот что открывает Вторую дверь открывает Это проходная На самом деле Понимаете Да Дальше приближение Что он делает Ничего не делает Пока что А ну Для вида Сделали так Для красоты Может датчики мотора Чтобы мотор Просто запускали Сами по себе Было прикольно Офигенно Да Но помимо всего прочего У автора здесь Есть интересные машинки Давайте посмотрим их А Мне говорил Человек Который сделал Он говорил Что он совершенствовал Мой дверь Которую я делал В первом По-моему Выпуск По-моему В первой или второй серии Давайте посмотрим Что будет Дверь задвигается Он это сделал Я не смог Классно Глюч немножечко Ну понятно Но тут у него Слишком ровный пол Поэтому это легче делать Какие-то части валяются Странно Давайте посмотрим Что там внутри А ну все правильно То что делал я Просто Он по полу Тянет ее И не дает ей Вверх-вниз Таскаться Потому что Вверху Так понимаю Мешает эта штука Чтобы она вверх Не поднималась Но у него Идеально ровный пол Потому что карта Видите флэт Поэтому это все дело Работает Четче чем меня У меня тоже прикольно Но мне это нравится Красиво Очень классно сделано Я считаю Что это Респект Так Какой-то у нас Крутой вездеход Давайте посмотрим Что это такое Капот Четыре движка А так Она на двоечку А двоечка Багажник А так Просто сам по себе катается Слушайте Ну прикольно Прикольная схема Поворота мне нравится Почему задний Не поворачивает Только передний Ну наверняка Такой знаете Проходимый Должна быть Очень высокая подвеска Она очень прикольная Ааа Он сделал ее на Шестерен Кстати ровненько Смотрите Когда мы что-то переезжаем Да Сейчас вам покажу Допустим назад Сейчас отъедем На немножечко Подвески глючит Точнее Ну глючит Это проблема у игры Игра просто плохо Физику просчитывает Смотрите как Подвеска реально Очень продуманно сделана Она реально так Отбалансена Красива Давайте посмотрим Да Здесь даже не закреплено Смотрите Офигенно сделано Но полный период Не полностью Потому что видите Граничное количество Можно прицепить к моторам Или просто человек забыл Одному мотор подсоединить Ну прикольно сделана Такая схема Подвески Мне нравится Интересная схема То есть На таком краем Если это все дело Работа Как видите Шестеренка ни к чему Не привязана Она в свободном ходе Находится И в итоге Ну это физика В итоге устойчивость Появляется Офигенно сделана Так Ну еще одна машинка Давайте тоже посмотрим У нее же какой-то Заправка Газпрома Какой-то и сделал Человек мечтает Работать в Газпроме На самом деле Просто вот и все Нормально Радио сзади Смотрите Есть Дверка И дверка Кстати Очень маленькая Компактная машина Красиво сделана И у нее Все отлично Отодвигается Дверки открываются Мне нравится Смотрится прикольно Простая И одновременно Очень Давайте посмотрите Как она поворачивает Кстати Да Смотрите Все супер Вообще Вот такая Скорее всего Похожа Я бы Знаете Что поставил Я бы на нее Она похожа В принципе На электрокар Я бы Переделал бы моторы Скорее всего Поставил бы не Посмотрим на моторы Не Механический мотор Поставил бы Электрический Тогда было бы Звук Был бы другой И было бы Класс Смотри Ну то есть Было бы более Эстетично смотрелось Грубо говоря С таким звуком Да Очень круто Мне очень понравилось Так ребята В этом селе у нас две интересные машины Одна из Дик Дракстер какой-то Очень навороченный Смотрите Покатаемся обязательно И вторая Такой мотоцикл Парящий Ну блин Прям как в Звездных войнах Что-то крутое Давайте посмотрим Как она работает Она по-моему Реально классно катается Да? Или не классно? Или опять Как дом Полурабочий Блин Реально как в Звездных войнах Прикольно сделано Но ей нужен идеальный пол Она в этом плане Не очень хорошо ходит Потому что я вот могу повернуть Допустим нормально Давайте направо вернуть Очень медленно это происходит Так Ну так уже мощнее Лучше едет Я поставил сзади два двигателя На всякий случай Во! Во! Клауд улучшает постройки Постоянно Сейчас намного лучше катается Она теперь хотя бы Прямо едет Во! Надо было все же два двигателя Поставить С чем можно было Немножко по-другому Под углом их поставить Ну ладно Мы просто так сделали Но уже лучше Хотя бы вперед Хотя бы двигается Потому что двух двигателей Видите не хватает Так поставим Два двигателя вперед Сейчас мы их подсоединяем Чтоб они работали От джойстика Так давайте посмотрим Сейчас даже мощь вообще Быть жесткая Во! Во! Вот он! Вот он! Вот как надо строить Тихо-тихо-тихо Не переворачивайся Ну сейчас я понимаю Она катается Вот Ей постомощности не хватало Два двигателя Поставили очень мало Конечно же Я еще дополнительно Четыре поставил сверху Ну прикидывайте Какая должна быть мощность На горочку заедем Сейчас с такой мощностью Интересно Давай-давай-давай Вау-вау Подлетаем ребят Подлетаем Подлетаем Офигенно Вы видите Я домой Доделал получше Все завис Воткнули штырями Передними Помните там были штыри Так Ну вот Дракса Тоже того же человечка Тоже возможно Это дорабатывать Сейчас посмотрим Так ну мощный Вообще нет Мощный Опять же Один двигатель Роли не играет Но он сам по себе Очень мощный Неплохо поворачивает Кстати при этом Неплохо поворачивает И врубаемся В елку Давай-давай-давай Разгоняйся Давай Пошел Газ в пол Все что есть Включаем максимум Оф-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фуфу Смотрите на лицо Гнома Он доволен Он доволен Гном доволен Слушайте достаточно Устойчивая машина На удивление Он тоже Видите Здесь сделанный Подлет aqueles Через трубы И мне это очень Сильно Нравится Очень хорошо Даже к передней колеса не опускается, видели? Очень тоже хорошая развесовка, мне нравится Видите, он даже, он Даже большая мощь, но он не поднимает переднюю ось Значит, идеальная развесовка Либо, либо двигатель помогает Это делать, нет, он даже без двигателя хорошо это делает Офигенно, Дракстер мне нравится Тоже очень, очень красиво С точки зрения визуальности, то есть, да Такой, очень похож, такие Клапана, типа, сзади, да, то есть двигатели такие сделаны Точнее, цилиндры, это не клапана Смотрите, как мы боком ездить умеем Давай, Джеронима Все, зависли Офигенный Дракстер, вот Как он сделан, можете посмотреть Все очень изи просто, ничего сложного нету Думаю, все и так понимают, как это сделано Понравился, неплохой Так, ребят, у нас просто офигически крутой, интересный байк появился Который самоподдерживающий Он идеально еще при этом ездит Я не знаю, как автора сделала Ну, как я знаю, я знаю, как он сделал В принципе, автоподдержание сделано на датчике Плюс, видите, там крутят эти датчики Крутят вот эту шестеренку Даже вот эту тоже, по-моему, крутят Обе шестеренки крутят В итоге, как-то выравнивается каким-то образом Ну, реально, схема не то, что еще сложная Но, в общем, прикольно И это реально работает Он даже, он вообще не переворачивает, смотрите Там большая скорость, и он реально может поворачивать Очень четко, хорошо поворачивает Вот так вот, все так может перевернуться Офигенный байк, слушайте Я больше такой не сам, сам такой, наверное, не построю Как-то Мне надо понять, как он работает Потому что я хочу сам себе такое же построить Просто офигенный байк Посмотрите, как он катается Он поворачивает нормально, смотрите Он очень хорошо поворачивает И при этом датчики не дают ему пасть То есть, и сделано, наверное, не как я ракету Как дилетантский сделал, да? А сделал реально поворотным механизмом То есть, где-то поворачивает датчик Срабатывает, мы хотим поворачивать обратно И он выравнивается Чуть-то работает на скорости Еще и поворачивает Потому что колеса, как видите, вообще не поворачивает Бэк как-то где-то, может быть, трение уменьшается Надо посмотреть Офигенно сделан Просто супер управляется Видите, как прям резко даже можно управлять им И не падает Его просто не уронить Просто прыгаем с ним Видите, он не падает Как он выравнивается, я не знаю Давайте посмотрим еще раз Тут стоит 3D В смысле, 3 электронных схемы Одна явно не нужна Шатал, совсем расшатал, да? Блин, ну смотрите, нормально Он почти какие-то шестеренки не понятен Давайте попробуем поднять его Посмотреть, какие он все-таки шестеренки поворачивает Потому что реально интересно, как он устроен Давайте сейчас вот так возьмем Так, стоит вот здесь шестеренка, да? Вот она стоит Она прикреплена к чему? Просто к этой всей фигне К раме как-то сделано Может, на основе какого-то глюка сделано Потому что я не понимаю, честно, до сих пор, как она поворачивает Я думаю, что как-то пора это работает Еще одна шестеренка сделана Как это работает, ребята? Я не знаю, но это просто офигенно Круто сделано Может, Серега разобрать? Он не хочет разбирать Мне его жалко Видите, как эта шестеренка стоит сверху? Как эта шестеренка, которая реагирует на... На руль у нас работает Странное что-то работает Подождите, я могу поворачивать как-то? Как ты работаешь, байк? Видите, что происходит? Он как-то... Какой-то глюк игры, наверное, использует Потому что, смотрите, он на месте поворачивается просто Я не знаю, как это происходит Я не могу объяснить, честно Это первая конструкция, которую я не могу объяснить Как это работает Как поставить так шестеренки хитрые Как они заточены Чтобы это все работало Просто же Здесь, конечно же, для вида стоит шестеренка Но первые две шестеренки Поворачивает байк Включает его, поворачивает, да? Офигеть! Как? Как ты работаешь? Как она выравнивает? Что это? Это не может быть, я не понимаю Как это работало? Ничего же не крутится Как это поворачивает на месте? Гениальный байк Ну, мне кажется, взял на основе какого-то глюка в игре Потому что, ну... По логически он не должен так поворачивать Я не знаю Но это эпик Да, конечно О, выровнится, интересно Выровнится, смотрите Да, да, да Это самая, наверное, ну... Прикольная конструкция в плане того, что Как это работает? Вообще непонятно, но это работает Вот это главное Главный заголовок этой конструкции Офигенно Так, аккуратненько Не хочется такой байк И жалко, что у меня копировать байк в свою Я бы его сделал для пикапа Закопировал бы Если можно было копировать полностью постройку Но, к сожалению, мне этого не делать нельзя А построить аналогичный байк Я не смогу... Ну, можно, конечно, полностью так перестроить По чертежам Но лучше, конечно, понять, как он вообще работает А я не понимаю, как он работает Подождите, подождите-ка, подождите-ка А что это за фигня? Смотрите, он ее поднимает Какой-то, какой-то блок, какой-то непонятный Все, уехал Потерялся Покажи мне этот блок, что за блок такой интересный А-а-а, стоит амортизатор, на основе амортизатора Ну как он, ну как ты поворачиваешь, объясни мне Руль прикрепен к чему? Просто к верхнему блоку, руль прикрепен Просто к блоку Как он поворачивает? Это на основе какой-то глюка, наверное, сделан Потому что посмотрите, как он может поворачивать Если он к блоку прикреплен просто То есть получается, что я поворачиваю всю эту конструкцию Ну понятно, понятно, теперь я понимаю Давайте ударим Давайте попробуем сделать копию этого байка Я вообще хочу посмотреть Мне теперь стало просто тупо интересно Как это, как делать, поворачиваться Чтобы байк поворачивал на месте Я думаю, что я знаю, в чем прикол Пытался повторить, в общем, в итоге ничего не получается Вот так вот только получается Не знаю, что такое получилось Ну то есть я понятно, что не супер равновесен Но только вот так эта штука Ну как-то прикрепил Он так прикрепил, как прикрепить невозможно То есть я пытался так же поставить эту штуку Так вращающую штуку невозможно Не цепляет, нельзя так квадратик подсунуться Как он это прикрепил, не знаю, вот видите Она исчезла просто, видите То есть как-то снизу они это дело закрепили То есть я даже пытался убрать этот блок Допустим, вот так вот мы убираем Штурка снизу, в принципе, ставится вот так Но блок сюда уже не поставить А, уже поставил, странно Так, стоп, стоп, стоп Может все заработает Давайте посмотрим Ну, ну не знаю, как-то не знаю Не поворачивает на одном месте Вот чувак как-то поворачивает Сложность сделана, видите, даже не могу объяснить, как это сделано Но, видите, какая-то хитрость используется Которая какой-то глюк игры, возможно Поэтому он так классно на месте поворачивает Ну, офигенный байк был, жалко, что мы его разобрали Ну, ничего страшного Так, ну еще пару интересных сооружений Такой вот автобус с системой захода через датчик Тоже прикольно сделано Но он такой автобус, где можно жить Сейчас вам покажу, вот сейчас заходят к датчику Нужно причем в определенном моменте встать Именно вот так вот, если ближе встанете, он уже не будет работать Поднимаем И вот такой вот у Анечки есть Уточка, все цветы, все дела такие В общем, можно водить автобус Он очень неплохо катается Стандартная подвеска, в принципе, неплохая очень Зеркала, он такой Автобус, жилой автобус, грубо говоря У него открывает сзади Сзади моторный отсек открывается С тремя моторами И на двоечку радио можно рубить И все, в принципе, достаточно простой Помимо всего прочего, еще здесь такая маленькая машинка Которая тоже, по-моему, все открывается Давайте в него заберемся Дверь, да, смотрите, кабриолет у нас, ребят Кабрик Даже капот открывается Так, давайте пытаться это дело делать Врубаем, врубаем, врубаем Вау, 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 вау Что происходит? Такая каракатица Надо привыкать к нему, надо привыкать, ребят Давайте попробуем еще раз взлететь Потому что, видите, баланс идеально настроен Вот он нам двигается Ну, то надо привыкать Каждый автор под себя управление настраивает И надо аккуратненько так Дополнительный двигатель Двоечки включаем Вот, 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 пошел вверх Пошел вверх Теперь можно им управлять По-моему, пятерочка, шестерочка, восьмерочка Давайте посмотрим Наклоняем вперед Ха-ха-ха-ха Неплохо так летает Мне нравится Так, это шестерочка Нет, это тяги Семерочка должна быть назад Восьмерочка назад, да Включаем двигатели Давай-давай-давай-давай-давай Вверх-вверх-вверх Хочу вверх Шикарно Только, я так понимаю Он не может, по-моему, разворачиваться Или может Давайте посмотрим Четверочка может Так Развернись куда-нибудь Нафига мы перекладываем эти штуки Не могу понять Оно никак ни на что не реагирует Грубо говоря Наверное, как-то для стабильности Ну, какой-то прикол, наверное, есть в этом А, ну, можно, в принципе, наклонить Пытаться, если так вот Мне кажется, он не полетит прямо Я хочу, чтобы он повернул Ну, давай, поворачивай Скотина Я тебя наклоняю Это я тебя наклоняю Вау-вау, летит неплохо Выравниваемся Тормозим Слушайте, ну, удобно управлять То есть, как удобно Привыкнуть, конечно, нужно Но, в целом В целом, я управляю, как видите, более-не-менее Но он что-то у нас закрутился По-моему, никак не исправит, мне кажется Офигеть Так, подземляемся Отрываем двигатели Отрываем четверочку Офигеть Так, надо как-то повернуться налево Нам нужно вернуться немножечко назад Там еще одна интересная машина есть Ну, нравится Прикольно Очень сделан Идеально баланс Ничего не скажешь Идеально управляется Может летать вверх Может просто завязать на воздухе Тоже очень круто сделано Так Ой, там, по-моему, дерево Ха-ха Нет Только не дерево Так, мы поземляемся Мы поземляемся Нам нужно поземлиться, ребят Поземлиться Ниже А! Я повис на дереве Ха-ха-ха Ребята Повис на дереве Офигеть Ха-ха-ха Можем, по-моему, улететь Да Какая-то большая карта Ха-ха-ха Ну, летим круто, да? Офигенно Не, удобно в общем управлять На самом деле оказалось Я думаю, будет неудобно управлять Ага, все Я знаю, где постройки Вон там Меняем курс Меняем курс, елка Нет Вот нам туда летать, да? Пятерочка Все, убираем двигатели Убираем вообще все двигатели Ладно, вот я тебя Оставим Ха-ха-ха Я повис на? Да ладно Все, я повис, не могу двигаться По-моему, никуда Давай, вспомогательные движки А пошел нам все нафиг Я так свалю Джеронима! Хотя, один раз провалился под карту Там реально прикольно Но он вас потом все выкидывает На рабочий стол Ну, в смысле На рабочий стол, что я несу На карту обратно выкидывает Так, ну еще одна интересная машина Которая может очень классно летать Тоже очень как-то сбалансировано Ну, автор умеет балансировать По стойке Я вот не умею А вот автор очень классно умеет Причем классно машина? Она убирает колеса Ну, она сама по себе катается А если надо, вы можете просто летать Как-то немножечко она коряво не держит Может, у вас больше Ну, вообще-то едет так тоже нормально Ха-ха-ха Надо на ровное место Выехать какой-нибудь Только не сюда Поворачивай с помощью движка Смотрите А, был только что двигатель работает Я видел А, это датчики работают Да-да-да Мы под датчиками Сталкиваемся И она работает Так Надо сделать трансформацию Сейчас на ровное место Станем аккуратненько Смотрите, что происходит Да, подвесает Путина, вы можете добавить мощности Дальше управлять стандартно Вперед можно, да? Семерочку вперед Можно еще больше мощности добавить Можно управлять Не, удобно У автора удобного делать управление Мне нравится Высочно качественно Ха-ха-ха Можно управлять Так, нам нужны все двигатели Вот эти два Эти два Ай Все, мы вырезались По-моему, зависли в текстуре А, поднимая Включаются датчики Которые, в принципе, хоть как-то поддержат Потом можно двойку и тройку Двойка и тройка Это у нас А что надо делать? Четверка Ого Ого Ай, что за аппарат такой Давайте посмотрим Восьмерка 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 Ненормально летает? Ребята, летает хорошо Это я знаю, как Я уже привык К управлению автора Как он делает Я могу неплохо управлять Вау Чуть шпиль не задели Капец Давай, обрезайся А он прозрачный Так Меняем тягу Выравнивай, выравнивай На себя, на себя, на себя, на себя Офигенно Мне очень классно сделано Согласитесь, ребят? Блан с очень отличным Правда, думаем Может немножечко даже зависать Не идеально, конечно, зависает Но сложно делать идеальную Зависовку Господи Ай, нет, нет Налево, налево, направо Налево, направо, направо Садимся, Хьюс, у нас проблемы Мы садимся Нет, 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 нет Фух Идеального Влетающего аппарата В игре просто нету Есть что-то примерно идеальное Летающее Близко к этому Но, чтобы совсем одинаково Нет, потому что В игре нету планирования Нормально Не реализованно Вообще нужны винты Если были винты Можно было бы идеально Устроить Мне кажется, как BCG Так, ну что, ребят На этом мы заканчиваем Надеюсь, вам было интересно И понравилось Потому что были реально Очень безумные постройки И на будущее У меня есть Некоторые вам предложения Во-первых Старайтесь строить В плоском мире Потому что Я где-то Поцентов 40 постройок Просто не нашел Которые Там вот эти красивые Были постройки На скриншотах Но я их просто не нашел Либо вы мне Не те свои кидаете Они либо пустые На карте их нету Либо просто очень сложно найти Просто на карте Когда она вот такая Все в горах В плоском мире Да хотя бы их видно Либо оставляйте постройки На месте С вашего спауна Вот вы появились в игре Строите в этом месте И куда не отходите Потому что найти сложно Поэтому Большое количество постройок Без примера 40% Даже может половину Я просто банально Не нашел Лучший вариант Строите в плоском мире Так проще Но тем не менее Скидайте постройки В грошку ПВК Будем обозревать Если вам вообще-то Такой формат понравился То мы продолжим Спасибо, что смотрели Давайте ставить лайки Подписывайтесь на канал С вами Беклауд И этот милый Шместной Толстенький гномик Такой куди-куди-куди Пока-пока-пока